Миграционный пункт номер 4 в Звенигороде ежедневно обслуживает от 40 до 60 человек. Пусть название не вводят в заблуждение, непосредственно мигранты, лишь малая доля тех, кто приходит сюда за различными услугами. Кроме постановки на регистрационный учет, здесь проводят выдачу и замену паспортов граждан России, а также помогают выехать за рубеж, оформляя загранпаспорта, в том числе биометрические, срок действия которых 10 лет. Люди записываются через портал госуслуги, люди сами выбирают также электронную запись, когда они могут выбрать для себя удобное время, когда им можно прийти и записаться, и оказать государственную услугу. То есть это делается все в один день. Регистрация по месту жительства также происходит все в один день. А это уже миграционный пункт номер 5 в Голицыно. Здесь нагрузка на сотрудников отдела не меньше, но очередей также нет. Постановка на регистрационный учет проходит всего за несколько минут. Услугами этого отделения пользовались, можно сказать, впервые. Пользовался до этого услугами других организаций. Но в общем и целом очень доволен. Процедура очень, в принципе, прозрачная, понятная. Подали заявку в течение трех дней, получили ответ с датой, необходимыми документами. Пришли, буквально в течение 15-20 минут оформились. Впрочем, секрет быстрого сервиса еще и в профессионализме сотрудников. Начальник миграционного пункта номер 5 Ирина Шейко лично выдает паспорта. Этой службе она отдала без малого 20 лет. Тогда еще паспортно-визовую службу пришла работать в 2001. В среднем, вверенном мне подразделении, осуществляется прием граждан в день приблизительно 30-35 человек. То есть основная масса обращается за предоставлением конкретных государственных услуг. Есть граждане, которые обращаются по вопросу консультации. Бывают очень интересные случаи. То есть сказать о том, что каждый случай одинаков, я бы не сказала так. Любить свое дело – залог успеха в любой работе, уверена Ирина Шейко. Но в такой, с людьми и для людей, это особенно важно. Роман Попов, Евгений Голиков, телекомпания Одинцова.